Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Саченко. Сегодня в выпуске. Добрый вечер! Подарок Бресту от Савушкина продуктам. Замечательный праздник здоровья и молока. Фестиваль облака свежего молока собрал в Парке Мира тысячи брещан. Обо всех этих событиях и не только о них смотрите прямо сейчас. 29 июля 2017 год. Брест празднует свой 998 день рождения. Жители и многие гости областного центра хорошо знают историю его появления и развития, этапы становления. Но даже имея багаж таких знаний, сложно поверить, что городу над «Бугом» так много лет. Современные улицы и архитектура. Эффективные работающие предприятия, ухоженные парки и скверы. Постоянное обновление жилых районов. Брест по-молодежному, красив и притягателен. Как может быть притягателен представитель подрастающего поколения, у которого впереди вся жизнь и очень много планов. У города над «Бугом» именно так и есть. И сегодня в ходе торжественной церемонии слова подтверждения тому звучали не раз. Анастасия Стропко об открытии праздника Бересте 2017. Стартовали официальные мероприятия с приема почетных гостей. 25 делегаций, представители десятков городов и семи стран мира прибыли в Брест на текущей неделе. В их числе и официальные побратимы и друзья, отношения с которыми пусть и не запротоколированы, но характер имеют постоянный повод, важные даты, день освобождения и день города. Рады вас видеть. Сегодня мы установили маленький рекорд. У нас 25 делегаций, такого в истории города еще не было. И мы очень этому факту рады. Мы нам абсолютно, сами того не понимая, подарили такой праздник, приехав к нам в гости. Для того, чтобы в важный день быть вместе, многие делегации преодолели не одну сотню и даже тысячу километров. Расстояние дружбе не помеха. Город Брест и город Брест давно дружили, а потом 15 лет тому назад как-то сорвалось все, все контакты. Меня выбрали мером ноября 2015 года. То есть год 80 я уже мером города. И одно из первых дел, чем я занялся, чтобы восстановить связь с городом Брестом, потому что прям стыдно. У нас партнеры из Китая, из Америки, из Африки, вот ближайшие, так сказать, родственники славян, Россия, Украина, Белоруссия. Надо восстановить эти все контакты. Я сегодня впервые в Бресте, впервые в Белоруссии. Приехал по приглашению руководства на праздник. Я впечатлен. Нам много рассказывали хорошего о вашем городе коллеги. И сегодня мы убедились в этом лично. Брест очень чистый и красивый. День рождения – хороший повод для встречи, который к тому же имеет важный практический аспект. Это возможность возродить или укрепить деловые связи, наладить диалог, что в современном мире важно. С большинством городов, представители которых были сегодня в Бресте, есть торгово-экономические, партнерские отношения, которые нужно сохранить и приумножить. Я очень рад и счастлив, что могу от имени, наверное, всей Грузии, от имени батумчан поздравить наших друзей в Бресте, поздравить всех в Брещан, пожелать им счастья, городу процветания, что самое главное – мира и благосостояния. Будьте здоровы, мы всегда будем стараться на уровне городского управления и в Бресте, и в Батуми, чтобы создать более лучшие условия для наших горожан. И что самое главное – создать обоюдные, хорошие контакты для того, чтобы и в финансовой, и в экономической сфере, и в культурной сфере наши отношения между городами развивались. Ровно два года назад, также на День города, я приехал сюда по рекомендациям нашей белорусской диаспоры, что здесь нас ждут, здесь нас хотят видеть. И мы чисто приехали, чтобы поздравить, вручить подарки и посмотреть, что такое Брест. Огромное, неизгладимое впечатление было сразу, почему я и говорю, я своих коллег сюда направляю, был мой заместитель по социальным вопросам, был начальник управления культуры в мае месяце, чтобы, ну, вы действительно очень любите свой город и его правильно развиваете. Поэтому за эти два года у нас так вот отношения становятся теснее и все более братские. И мы с Александром Степановичем, ну, просто стали друзьями за это время. Торжества, посвященные важной для города Дате, продолжились в парке культуры и отдыха. Здесь горожан и гостей ждал концерт. Главная тема его номеров – город над Бугом. О нем пели, в его ритме танцевали, в любви к нему признавались. И, к слову, совершенно заслуженно. Областной центр растет и развивается. Да, не без проблем и текущих вопросов, но иначе и не бывает. Шаг вперед – это всегда приложение усилий, всегда решение задач. И со своими задачами Брест справляется. Мы ни в коем случае не позиционируем сегодняшний день города как промежуточный день города к тысячелетию. У нас каждый день рождения – настоящий день рождения. И к своему 998 году город достиг многого. Прежде всего видно то, что идет строительство везде. Каждый объект сейчас в стадии реконструкции, проектирования. И к тысячелетию, конечно, это все будет доведено до определенного замечательного уровня. Но день рождения – это повод порадоваться, сказать спасибо брещанам. И повод задуматься, что же еще надо сделать за эти оставшиеся два года. Поэтому впереди масса планов, масса проектов. И я думаю, что все у нас получится. В Бресте живут трудолюбивые люди. Настоящие патриоты, небезразличные к судьбе областного центра. А значит, он просто обязан развиваться. У него нет иного выбора. Я хочу поздравить брещан с праздником, с днем рождения лучшего города на земле, с лучшего города республики Беларусь. И тем более в этом году это подтверждено реальными признаниями, указан главой государства. Мы с вами на доске почета. Поэтому город Брест на самом деле лучший город Беларуси. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. У беларусов, да и не только, у нас есть добрая традиция. В дни рождения дарить подарки. Маленькие, большие, изысканные, утонченные. Но любой подарок в радость, когда он сделан от души. Не отступила от традиций городской администрации в этом году. Накануне город над Богом прирос еще одним ярким объектом, имеющим социальную направленность. В микрорайоне Дубровка ввели в строй здание государственного учреждения образования «Яслисад» номер 36. Его помещения пережили настоящий апгрейд и существенно увеличились в размерах. По-новому современно и очень красочно теперь выглядит и прилегающая территория. Подробности в следующем материале выпуска. Мероприятие, посвященное открытию обновленного сада, стартовало с экскурсии. Провели ее юные обрещания. И сегодня им действительно есть чем похвастаться и гордиться. Современная игровая площадка так и манит окунуться в мир детства. Тебе нравится обновленный садик? Конечно, нравится. А что тебе больше всего нравится? Мне нравится играть, прыгать и веселиться, и прыгать на батуче. Яркие горки появились. Уже каталась на горке? Неа. А ждешь этого момента? Да. Как ты думаешь, вам с друзьями здесь будет весело? Да. Родители с мнением малышей солидарны. Издание и прилегающая территория сегодня внешне и по содержанию соответствуют духу и требованиям времени. Очень рады реконструкции именно нового комплекса и реконструкции старого комплекса. Очень рады. Игровая площадка для детей стала более шире, стала более красивее, ярче, комфортнее. Достроились горки, чего нам очень не хватало. И особенно беседки. Беседки для нас просто укрытие от солнца, от дождя, чтобы дети оставались именно на улице, а не уходили в группу. Ну и вообще очень довольны, что все-таки нас взяли, реконструировали, обновили и очень рады. Огромное, огромное спасибо за это. Мэр города Александр Рогачук отметил, ремонт с увеличением площадей был проведен в оптимально короткие сроки, но без ущерба качеству и без серьезных неудобств для детей и родителей. Цена вопроса 2 миллиона белорусских рублей или, если говорить в эквиваленте, 1 миллион евро. Сумма немалая, но вместе с тем гораздо скромнее той, что требуется на стройку с нуля. А проблему устройства детей в сад для микрорайона Дубровка решить удалось. Создали хороший прецедент оптимально использования бюджетных денег для расширения количества мест в детских садах. Вот этим детские садики выгодно отличаются от других. И, по сути дела, решили по микрорайону Дубровка полностью проблему детского сада. Теперь уже жителям близлежащих домов никуда не надо ездить в центр. А, соответственно, дети в центр везут, транспорт проблемы, пробки, переезды и все остальное. То есть здесь решается много задач комплексных, поэтому я очень доволен, что все получилось. Ну и очень нравится эстетика раскраска фасадов. Все-таки детский садик, он должен сам по себе быть ярким, красивым, что у нас, наверное, здесь сегодня получилось. Ранее сад был рассчитан на шесть групп, но наполняемость их была в силу обстоятельств гораздо выше, что создавало определенные неудобства. Сегодня учреждение готово принять порядка 220 юных брещан. И не просто разместить на площадях. В комплексе созданы все необходимые условия для развития. Конечно же, сейчас я думаю, что рада не только я, рад весь наш район, наши сотрудники, потому что для детей созданы шикарные условия пребывания. В Ленинском районе, по крайней мере, я знаю все 33 сада нашего Ленинского района, дошкольные учреждения по комплектации своей сейчас, на данном этапе, конечно же, одно из лучших. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Праздничные мероприятия продолжаются и в этот час. Всех брещан, всех гостей города еще ждет масса интересных мероприятий, концертов, шоу. Будут новые открытия и откровения, незабываемые впечатления. Обо всем, что происходило в эти дни в областном центре, наши корреспонденты расскажут в специальном выпуске программы «Бугинформ» во вторник. Не пропустите. Один из немногих продуктов, который неизменно присутствует в потребительской корзине белорусов и практически не подвластен кризисным явлениям – это молоко. Ежегодно каждый среднестатистический житель Беларуси выпивает почти 300 килограммов молока. 70% белорусов выбирают продукцию Савушкина. Впрочем, это неудивительно. Молочные продукты бресского производителя славятся своим качеством не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. В натуральности, экологичности и неповторимости бренда Савушкин убедились и журналисты, и брещане, которым в день города, в день проведения второго в истории фестиваля облака свежего молока была предоставлена возможность лично убедиться в вышесказанных словах. Гости на предприятии Савушкин продукты явление достаточно частое. Нам нечего скрывать, говорят сотрудники компании, а потом, предварительно записавшись на экскурсии в рамках таких проектов, как молочная академия, клуб любителей молока, можно своими глазами увидеть, как производятся натуральные молочные продукты из свежего высококачественного коровьего молока. Главный экскурсовод, генеральный директор компании Александр Савчиц подчеркивает, за 40 лет работы бресское предприятие ни одного дня не работало на сухом восстановленном молоке. За 40 лет создано современное высокотехнологичное автоматизированное предприятие, на котором минимизирован контакт человека с продуктом, а потому гарантировано его высокое качество и безопасность. Производственная мощность предприятия – более 3750 тонн молока в сутки. Савушкин продукт больше напоминает космический корабль с километрами стальных труб, компьютеров, все движется, мигает, все отслеживается на мониторах. Гигантский производственный комплекс – лидер белорусской молочной промышленности и имеет четыре производственных площадки – в Бресте, Столине и Пинске. На этом современном заводе «Автомате» трудится более 3000 сотрудников. Здесь производят 230 наименований цельномолочной продукции, 26 наименований соков и соковой продукции, а также сухие молочные продукты. Брестский молочный гигант – единственный производитель в Беларуси, имеющий бессрочную экспортную лицензию Евросоюза. Компания проводит постоянную работу по выстраиванию сбалансированного, конкурентоспособного ассортиментного портфеля, с созданием новых брендов, поиску новых рынков сбыта. География поставок Савушкина продукта постоянно расширяется. «Расширя не будем расширять. Нам уже становится тесно. Мы, естественно, смотрим, как нам дальше. Ринг избыта. Уже мы около 40 стран мира отгружаем. Сегодня вот это самое красивое здание, видите, вот отсюда, это наше детище, именно производство сыворотки демерализованной, которая идет именно на производство детского продукта питания. Поэтому мы расширяемся с сырами, расширяемся с цельномолочкой. Мы всегда с вами будем расширяться не только в Беларуси, но и на экспорт. Все-таки 60% у нас продукции идет на экспорт». Грамотная маркетинговая стратегия, высокое качество и натуральность продукта под знаком «Савушкин продукт» – основное преимущество компании, позволяющей работать на рынках Европы и Азии. «Вкусно, полезно, качественно» – это «Савушкин». Это продукция, сделанная бережно, с большой любовью и верными традициями. Это команда лучших технологов, которые отдают потребителю частичку своего большого и доброго сердца. Ведь только с верой в свое родное предприятие и любовью к своему делу можно выпускать продукцию, за которую снова и снова голосуют сотни тысяч покупателей каждый месяц. А еще «Савушкин продукт» – предприятие с огромной социальной ответственностью, ответственностью перед своими сотрудниками, перед земляками, брещанами, перед городом. А потому каждый день рождения Бреста сопровождается приятными сюрпризами от компании «Савушкин продукт». И в этом году молочный фестиваль «Облака свежего молока» радушно распахнул свои двери для всех брещан и гостей областного центра. И если в 2016-м яркое действо посетило 12 тысяч, то в этом цифра возросла в разы. Итак, молочный фестиваль «Облака свежего молока». Второй Брестский фестиваль «Облака свежего молока» бьет рекорды, если не по количеству выпитого молока, то по количеству участников точно. Тысячи брещан пришли в Парк мира, и смело можно назвать эту территорию территорией счастья и добра, а еще территорией здоровья, потому что молоко – это полезно, вкусно, модно. Во-первых, делаем для наших любимых покупателей. Во-первых, для тех, которые уже с нами, и для тех, которые еще будут с нами. Мы их растим для себя, понимаете ли? Учим людей культурно отдыхать. Без водки, без пива, без сигарет. Молоко и все то, что связано с молоком. Здоровье рядом должно быть. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Вот это мы считаем наше будущее поколение – приучить к здоровому образу жизни. Савушкин продукт в этом застрельщик мы были, есть и будем застрельщиком в этом вопросе. На территории фестиваля «Облака свежего молока» работали четыре тематические площадки. Название свое они получили от брендов компания «Савушкин», «Брест», «Литовск», «Оптималь» и «Суперкид». Но все они были объединены молочным арбатом. Так смело можно назвать центральную аллею парка, в центре которой молочные часы рядом с ними. На малой сцене мэр Бреста Александр Рогачуки, руководитель Савушкиного продукта Александр Савчиц официально открыли фестиваль. Мы любим покупателя своего и все для него делаем. Вот этот праздник тоже для его. Сегодня мы проводим уже второй традиционный фестиваль, идея которого принадлежит Александру Васильевичу и поддержана всеми. Всем хороших эмоций. Брест – лучший город на земле, лучше Бреста нет места, а лучше продукции «Савушкин продукт» нет ничего. Согласны? Да! К праздникам! И еще одно открытие ознаменовало этот большой праздник. Взяв под свою ответственность парк мира, компания «Савушкин продукт» ответственно подошла к обязанностям. И в этом году, в день рождения Бреста, подарила городу жителям микрорайона «Восток» великолепную детскую площадку, которая уже завоевала сердца детей и их родителей. Парк превращается в уникальный детский парк, понимаете? И дальше концепция этого парка – это будет концепция детского парка. Это вот такая будет хорошая фишечка для «Востока». И Александр Васильевич, конечно, не озвучил, но в планах есть здесь такую детскую железную дорогу еще сделать. Вот это будет здорово. А задача власти – поощрять такие желания, поддерживать, говорить спасибо. И в итоге все получится, потому что хороший, нормальный, замечательный проект взаимодействия именно бизнеса и местной власти. Ну и в целом по городу Бресту, конечно, моя цель как руководителя города – сделать в каждом микрорайоне вот такую красоту. Используя и бюджеты, и деньги, ну и, конечно, как правило, использовать деньги спонсоров, меценатов, такие как Саушкин Продукт. Хорошая тема, замечательное настроение, яркие эмоции. И это будет один из лучших детских парков, я вам это обещаю. С первых минут малыши и дети постарше атаковали лабиринты и горки, лестницы, машинки и другие атрибуты детской радости. Облака свежего молока. Вы были уже на таком фестивале? Мы, нет, еще не были. Ну и как вам здесь? Нам здесь очень нравится, бесплатно, тут много горок разных. Тут открыли новую площадку, всем очень весело. Очень благодарна, очень рада, что проходят такие мероприятия, это бесплатно, дети могут посмотреть, потом можно пойти, будет и купить эти игрушки, что-то попробовать, какую-то новую продукцию попробовать, что-то. Саушкин Продукты – это бренд города. Такие крохи, да, ребята постарше имеют возможность поиграться, попробовать себя, реализовать, может, в каких-то играх, да и просто с семьей провести хорошо время. А для мамы, как для хозяйки, саушкин Продукты – это что? Продукт? Лучший. Лучший, конечно. Я думаю, праздник достаточно удачен, моим детям очень нравится, мы посетили и творческие мастерские, и побывали на горке. И аквагрим, к сожалению, не дождались, потому что желающих очень много. Ну, я думаю, для жителей города это очень хорошее мероприятие. Мы второй год уже приходим сюда, нам очень нравится. Гостям фестиваля рассказывали о том, как создаются вкусные и полезные продукты компании «Савушкин». Каждый желающий мог стать первоклассным дуэром, поучаствовав в соревновании по дойке буренки «Лыськина скорость». Это, конечно, не настоящая корова, а 3D-макет, но как классно приобщаться к процессу. Это наша буренка «Лыська», которую мы привезли из наших лугов, нашей необъятной родины Беларуси, забрали на сегодняшний праздник, чтобы она порадовала наших гостей и гостей жителей нашего города. С этим чудесным праздником, который устроил нам «Савушкин» продукт, с его самыми лучшими продуктами и все, что с этим связано. Поэтому сегодня наша буренка радует наших гостей, как я еще раз говорил. И у всех, не у всех, конечно, предоставляется возможность поучаствовать в надою молока. Кто-то доил коровку, кто-то удивлялся ее деткам. У загона с телятами собрались не только малыши, но и взрослые. Наблюдать за игривыми животными – одно удовольствие. Все интерактивные площадки были переполнены, но у арт-объекта платье из цветов очередь из желающих перемерить на себя шикарный наряд зашкаливала. Я люблю «Савушкин» продукт. Территория площадки Брест-Литовск перенесла посетителей фестиваля в прошлое столетие. Плели фигурки с соломки, угощались в трактире белорусскими яствами, танцевали. Я люблю «Савушкин» продукт. Это продукты, которые дают нам хорошее самочувствие и постоянно в нашем рационе они присутствуют. Каждый мог найти на фестивале облака свежего молока занятия по душе. Мастер-классы по пилатесу и воркшоп нутрициолога о здоровом питании. Сюрпризы от юки, батуты, гонки на импровизированном автодроме, подвижные игры в распоряжении подуставших, фудкорт на 350 посадочных мест и сельская лужайка. Я очень люблю «Савушкин» продукт. Очень активно пользуюсь. Постоянно молочные продукты, постоянно сметанка, творожок. Вообще я молочный человек. Насколько вкусная она? Да, мне нравится. А я вам хочу сказать, что ваша продукция у нас в Германии и в Казахстане у моих родственников пользуется таким спросом, что мгновение ока расходится. Это честное слово. Я люблю молоко, сметанку, йогурты. Я люблю «Савушкин». Праздник весьма интересный, весьма все хорошо организовано, все очень интересно. Самое главное, по мне, для меня, это то, что весь этот праздник в большинстве больше к детям относится. Так как все-таки это будущее поколение, и главное, что им это нравится. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. 998-й день рождения города над Бугом дарит жителям и гостям немало запоминающихся событий, ярких эмоций и неповторимых впечатлений. В числе самых трогательных эпизодов череды праздничных мероприятий традиционная вторая по счету акция от представителей Совета лидеров молодежи Ленинского района города, которые вчера отправились в Брестский областной родильный дом, чтобы лично поздравить женщин, для которых день рождения Бреста отныне не только праздник родного города. Малыши этих мам попросились на свет в день города, поэтому сегодня у них двойной праздник – рождение своих комочков счастья и родного Бреста. Они празднуют в областном родильном доме. 28 июля в Бресте на свет появилось 24 младенца, 12 мальчиков и 12 девочек. Среди деток – малышка Камила. Мама девочки надеется, что рождение в столь знаменательный день обеспечит ее дочери знаменательную судьбу. Почему она появилась именно в этот день? Я думаю, что это какой-то для нашей семьи большой знак. Может быть, в будущем в нашем городе Бресте на одного великого деятеля станет больше. А вот брещанке Вере Шикулия срок родов врачи ставили на неделю раньше. Однако малютка Ева решила дождаться городского праздника. Совпадение вышло замечательным. Вера уверена, малышка Ева сама выбрала дату и родилась именно в этот день не без причины. Для их семьи это закономерность. Я родилась на день независимости. Дочь решила тоже родиться в большой праздник. День города Бреста. Ну и в нашу честь салют. Очень приятно. Со знаменательным и особенным событием, как в жизни семей, ставших богаче на одного человека, так и города, мамы деток поздравили представители Совета лидеров молодежи Ленинского района города, а также депутат Брестского городского совета депутатов, главный врач Брестской городской больницы номер один Эдуард Бабич. Виновникам торжества желали самого главного быть здоровыми. Малюткам и мамам были вручены памятные сувениры и приятные презенты. Наша акция, посвященная к дню рождения, она объединяет как день рождения города Бреста, так и день рождения деток, которые здесь в этот день. Мы специально хотим их поздравить в этот торжественный день, потому что для них это считается очень двойным праздником. И мы хотим им всегда пожелать только творчества, позитива, потому что мы знаем, что весь мир держится на всех детских улыбках. И чем больше детских улыбок, смеха, тем продлевается жизнь. В среднем в Брестском областном родильном доме на свет появляется 20-30 детей в день. Рекорд – 39 малышей. Брещено продолжает удерживать лидерские позиции по рождаемости среди других регионов страны, вот уже не первый год сохраняя высокий уровень прироста населения. Кстати, увеличилось количество рожениц в возрасте 30-35 лет. Мы одна из тех административных территорий, у которой высокая рождаемость и положительный естественный прирост. В Беларуси немного таких территорий. В частности, вот в Бресте за первое полугодие родилось более чем 1200 детей в городе Бресте. И имеется положительный естественный прирост. Плюс 540 человек. Рождение ребенка – самое главное событие в жизни любой семьи. И не важно, когда произошло знакомство с малышом – в праздничный или обычный день. Ведь появление нового человека на свет – это уже поистине волшебно и ни с чем не сравнимо. В то время, пока жители Бреста наслаждаются праздниками, проводят время на массовых мероприятиях города, эти люди стоят на страже безопасности. Они в ответе за то, чтобы малейшая случайность или неосторожность граждан не послужила причиной чрезвычайной ситуации. Спасатели Брещены всегда на чеку. И в будни, и в праздники они несут службу даже в свой профессиональный праздник – День пожарной службы. Обойти стороной Красный день в календаре огнеборцев Республики Беларусь 25 июля мы не могли. А потому подготовили специальный сюжет, посвященный отважным спасателям Брестского областного управления МЧС. О людях героической профессии пойдет речь в нашем следующем материале выпуска. Только на экране их работа выглядит зрелищно и эффектно, всегда со счастливым, вдохновляющим финалом. Что стоит за многочисленными победами над стихией, ликвидацией последствий человеческой шалости, глупости, безответственности, известной лишь им, людям героической профессии, спасателям Брестского областного управления МЧС Республики Беларусь. В сплоченном коллективе сегодня трудится порядка двух тысяч человек. На них возложена огромная ответственность. Осуществление государственного надзора и контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Каждый день своим трудом, грамотным подходом к задачам, непосилен на первый взгляд простого обывателя. Они повышают престиж профессии, они являются примером для других, их служебные подвиги вызывают гордость у берестейцев. Показательные результаты в области, главные из которых – снижение числа случаев, гибели людей при пожарах. Это заслуга каждого из представителей большой структуры. Динамичное развитие по всем направлениям деятельности. Такой успех был бы невозможным без серьезного отношения спасателей Брещины к своему делу. Мы говорим служба секундной готовности, на самом деле это так, потому что мы за каждую секунду, по сути говоря, боремся. Личный состав наших подразделений, всех без исключения, в течение дежурных суток, работает над данной тематикой. Мы постоянно в поиске, постоянно учимся именно с тем расчетом, чтобы как можно оперативнее, как можно быстрее, как можно грамотнее применить необходимые средства и оборудование для оказания помощи людям, которые оказались в нестандартных ситуациях. Ликвидация и предотвращение чрезвычайных ситуаций разного характера, стабилизация и улучшение обстановки в области, предупреждение гибели и травматизма людей, повышение уровня боевой подготовки посредством плановых тактико-специальных учений, в том числе с зарубежными коллегами, профилактика безопасности жизнедеятельности, регулярный мониторинг ситуации на Брещене, осуществление рейдов к разным категориям граждан, проведение сезонов и других плановых мероприятий Брестского областного управления МЧС. И это лишь часть задач, с которыми умело и грамотно справляются сотрудники службы секундной готовности. Повышение профессионального мастерства в приоритете для каждого из представителей мужественной профессии. Работники службы 101 Брестской области ежегодно доказывают, что они профессионалы своего дела, достойно представляют себя в масштабе страны, становясь лучшими диспетчерами, водителями, спасателями, начальниками смены. Более того, не один год подтверждают гордое звание. Показывают высокие результаты и на соревнованиях по разным видам спорта. Оказываются среди первых, как на республиканских, так и на международных состязаниях. Пример старших коллег стимул для молодых сотрудников. В этом году коллектив пополнился 28 офицерами, так уж принято в большой семье МЧС Брестской области. Передавать опыт ориентиром для новобранцев являются ветераны службы. Мы сегодня достигли довольно хороших, положительных позиций по взаимодействию с поляками. И наши парни, личный состав, наши бойцы, офицеры участвуют в различных спортивных конкурсах, спортивных мероприятиях вместе с поляками, с немцами и ребятами из других государств. Все стремятся выполнять свои обязанности добросовестно, с положительной оценкой. У кого-то получается, у кого-то немножко не получается. Но стремление в этом, конечно же, есть. И вот этот элемент наставничества, он очень положительно работает. Поэтому от меня, конечно же, большое спасибо всем нашим работникам, нашим уважаемым ветеранам, потому что они нам помогают. Помогают очень здорово. Очень здорово. И совет, и спрос соответствующий. На эффективность работы влияет ежегодное улучшение условий деятельности личного состава МЧС, строительство новых зданий, реконструкция существующих, пополнение подразделений области с современной техникой, единицами аварийно-спасательного оборудования. За последние годы налажен тесный контакт с польской стороной. Совместными усилиями службы двух стран был осуществлен ряд мероприятий, направленных на укрепление безопасности. В доказательство – успешная реализация семи проектов международной технической помощи. Планы не менее амбициозные. Мы сегодня смело говорим на всех уровнях. Это и видно, что оснащение подразделений пожарной, аварийно-спасательной службы, оно отвечает, по сути говоря, образцу европейскому. У нас нисколько не хуже и техника, и оборудование, чем у наших коллег-поляков или у немцев. Партистки все одинаково. И мы получаем каждый год достаточно много нового оборудования, которое производится и на предприятиях нашей страны. Это очень здорово. Конечно, осваиваем его. В том, что спасатель – это призвание, усомниться трудно, когда перед глазами пример огнеборцев, преданно несущих в службу. В составе работников Брестского областного управления МЧС случайных людей нет. Что готовит каждый новый день, неизвестно. Ситуации могут ожидать самые экстраординарные. Но спасатели Брещина готовы в буквальном смысле ко всему. Они всегда оперативно реагируют на возникающие сигналы, угрозы жизни и здоровью людей. Расследуют причины аварий, катастроф, стихийных бедствий. Сознанием дела грамотно и слаженно осуществляют спасательные операции разного характера. Максимальная собранность, ответственность, готовность к экстренным мерам, риску собственной жизнью – пожалуй, главные черты, характеризующие представителей Брестского областного управления МЧС. Мы называем их героями нашего времени. Сами же работники Брещина не привыкли говорить слух о своих успехах, приходить на помощь и в служебный долг. А еще – веление сердца. Возможно ли отделить профессиональные качества от личностных? Едва ли. Ведь настоящий спасатель – это тот, кто не пройдет мимо чужой беды, даже если он не на дежурстве. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов, так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Я, Виктория Осаченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 30-31 июля Брест, как и вся страна, будет находиться на периферии теплого антициклона с центром над югом Украины. 30 июля ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер западного направления умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 14-16, максимальная днем 27 градусов. Июль завершится жаркой погодой. В Бресте в понедельник 31 июля будет солнечно. В течение дня воздух прогреется до 32 градусов. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений южной ночью сменится на юго-западный днем. Субтитры подогнал «Симон»!